Ну что ж, уважаемые любители футбола, друзья, товарищи команды Ротар, начинаем матч, запись матча между командами Ротар и Энтека. Сегодня субботним, надеюсь, добрым для нас вечером 31 мая. Немного рекламы в преддверии Казанской Велоночи. Аплодируем Ротару. Итак, Ротар, Энтека. Матч какого тура, прошу прощения? И матч девятого тура Казанской футбольной любительской лиги, серия D, ну или дивизион D, кому как нравится. Матч, еще раз повторюсь, Ротар-Энтека. Ну и пока команды не начали, коротко о составе команды Ротар. 88-й, то, что я вижу сегодня с комментаторской позиции. 88-й номер Максим Завражинов, номер 2, Дамир Аюпов, номер 4, Марсель Абрагимов, номер 13, Сергей Королев, номер 5, Игорь Губайдулин, номер 16, Рамир Иштиряков, номер 23, Ильнур Сафин, номер 18, Ильшат Фазульзянов. А, прошу прощения, Нафис Менебаев, да, номер 11, Ильшат Фазульзянов, номер 10, Тимур Гелязов, номер 22, Антон Ященков, номер 23, Ильнур Сафин. Вроде бы всех назвал, ну, и Илья Петров, номер 34, да. А вот и еще, все-таки под шестым номером в форме переоделся, видим, ранний Вхази Ахметов. Сегодня не принимает участие из присутствующих на игре номер 9 Рената Ахмадулина Травма, номер 77 Кирилл Торбин, ну, говорят, приболел. Традиционные приветствия перед началом матча. Болельщиков на стадионе великое множество, целых 2 человека, не считая комендаторской позиции, что, в принципе, тоже неплохо. Нашего фейера, откуда у полководных ходов? Далежащих домов. Да, 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 да. Вип-сектор. И наш тренер, главный тренер команды Ротар, на трейдерском мостике Николай Паламы. Я заранее прошу прощения за шкрип статива, но надеюсь, что в процессе игры все будет хорошо. Вот Кирилл Торбин там флагом активно размахивает. К сожалению, это все полезные действия, на которые он сегодня, так сказать, может помочь команде, но тем не менее. Махать флагом – это психологически важный момент, прошу отметить. Ну, ввиду отсутствия многих игроков, сегодня, наверное, схема-то вряд ли изменится, а вот по позициям... Ну, черт, сегодня заранее, даже не заранее, сегодня день рождения у Айрат Хузина и Марата Шегапова. И оба отсутствуют, к сожалению, сегодня на матче. Лично передать мы это не можем. Но да, номер 20, насколько я помню, Айрат Хузин и номер 17, Марат Шегапов, сегодня празднует день рождения. В идеале, на самом деле, что касается фотографии, снимать нужно при искусственном освещении на стадионе. Вот тогда самые четкие фото получаются, но его сегодня, скорее всего, нам уже не включат, потому что сейчас вот закатное солнце. Там Нафис Менебаев сейчас пытался пройти сквозь защиту Интеки, не получилось, мяч откатывается. И теперь Интека левым флангом, но здесь Ильнур Сахим в чистейшем подкате выносит мяч за боковую линию и будет первый аут на нашей половине поля. Итак, напомню, два тайма по 40 минут. Что-то добавят еще, наверное, арбитры, если не убавят, как это частенько происходит на матчах в Костановской футбольной любительской лиге. Так, ну а сегодня у нас сколько? У нас сегодня три судей, да? Три судей сегодня, три арбитра. Так, Илья Петров, пока мы обсуждали вопросы судейства, аут вбросили, перевбросили. Еврагимов, неудачная передача. Такая обрезочка нехорошая получилась, но здесь все вроде бы в порядке. Еврагимов, по флангу прошел, вернее, прокинул передачу. Небаев сделал передачу на Ященкова, да? Ященков! Удай! Но, тем не менее, аплодисмент уже служил, совершенно согласен. Все сделал правильно. Слышим команды тренера. Так, Завражнов пошел, Завражнов, прошу прощения, пошел подавать этот угловой. Подача! Удар! Минибаев сейчас был, да, Минибаев был буквально там на волоске от гола. Вот этот волосочек-то и сработал. Как вариант. Заброс! Кипер. Прочитал, да. И, в общем-то, и продекламировал в своей защите, что именно он будет играть этот мяч и нарушение правил. Я так понял. Якобы сфалил Сафин. То есть у нашего, я так понял, у главного тренера тоже есть такие свои заморочки. Романцев сидел, курил. Бердыев с четками. Николай Васильевич с пакетиком на 2 миллиона рублей, с которым не расставится никогда. Ну, не суть важна, на самом деле. Главное, чтобы игра команды строилась. Она вроде бы как строится, я пока что смотрю. Иштиряков. На левый фланг. Да, не самая, не самая блестящая передача в исполнении Рамиля. Пижонит Энтека. Пасы и пяточкой пошли. А Леша так надолго выбыл, что ли? О, серьезно, да. Сафин добежит. Не добежал, но аут. А, не Сафин? Макс, прошу прощения. Да, они похожи. Да, номеров-то я не видел. У нас такая команда, что кто угодно может оказаться где угодно, на самом деле. А сейчас нет. Поэтому. За враждов. И ушел мяч. И уходит мяч за лицевую линию. Небольшая пауза в игре возникла. Напоминаю, Ротар сейчас в середине, чуть ближе к середине турнирной таблицы. Восьмой, девятой. Девятой, по-моему, позиции. Сейчас к нам поднимется еще один наш игрок сегодняшний, на сегодня, по совместительству комментатора и болящий Кирилл Тормин. И все относительно турнирной таблицы по местам расставит. Если-то вы не сделаете вперед, Ренат Ахмадуллин, который полез за сотовым телефоном, который хочет посмотреть, видимо, на сайте. Раз смотреть соперника. Ну и желательно, да, обознать, на каком месте интект расположился. А то ваш покорный слуга Тимур Валеев сегодня с корабля на бал и, к сожалению, статистических выкладок не подготовил. Нафис Минибаев тем временем. Зарабатывает угловой? Зарабатывает, да, очередной угловой, уже второй по счету в нашу пользу. Еще бы вот Дамир Абдуллин чуть-чуть в сторонку отошел, был бы вообще замечательный. Большое спасибо вам. И снова Завражнов. Идет на подачу. На правый фланг. Корма. Подача низом. Удар! Тут и защитник, и вратарь, по-моему. Завражнов корпусом так оттеснил игрока. Петров! Неплохая передача. Это Сергей Королев был. Это был Сергей Королев. Ну да, достаточно удобный, скажем так, удар для вратаря. Но, тем не менее, за попытку хвалим, да? То есть, сделал все, что должен был сделать в этой ситуации. Ну что ж, Энтека, кстати говоря, вот сколько прошло времени? 10 минут, 22 секунды с начала записи. По большому счету, ничего пока не сделал у наших ворот. Энтека на страну, что нашли десятки. А, отлично. Вот и... Потому что матч сыгран, наверное, за счет большее количество матчей нас обогнали. А, понятно. То есть, у нас игры в запасе. Мы идем на 10-й позиции практически в первой половине турнирной таблицы. Сейчас нарушение правил там на поле было. Выфалили против Максима Завражного. А Энтека на 17-й позиции открывает вторую часть турнирной таблицы. С учетом 16-32 команды. Ну, я и говорю. 16-1, 16-2, Энтека, вот 17-ая. На вес, вратарь. Пока, мне кажется, Энтека немножко нервничает. Вот как-то не могут ребята успокоиться, зацепиться за мяч. По технике я бы не сказал, что он намного слабее. А может быть, мы их и тактически просто переигрываем. Кстати, есть такой вариант еще. Ибрагимов. Аут. Ищенков борется. Я думаю, сейчас опасную игру покажут. Иштиряков. Сафин. И снова Сафин. Не зацепился за мяч. Но вот сейчас, может быть, какой-то шанс у Энтеки есть. Нет. На быструю контратаку Энтека шанс уже потеряла. Только позиционный сейчас. Передача вперед. Ренат Фахреев. В игре. Смазать его надо, на самом деле. Все правильно тебе сказали. Да хоть подсолнечным, реально. Тут вообще не принципиально. Самое главное, чтобы не скрипел. Ну, скрип скрипом. Нам-то важно то, что происходит на поле. А на поле пока такая... Качельки такие сейчас начались. Штиряков остановил. Мяч Ибрагимов. Спокойнее, спокойнее. Минибаев. На скорости обыграл сейчас двоих оппонентов. Отдал обратно Ибрагимову. Ибрагимов заброс вперед. Ну, на кого? На кого? На кого? Командует там кипер. НТКи все вперед. Помню в детстве во дворовом футболе такая команда, когда звучала наперед. Примерно то же самое сейчас и произошло. Пахреев как-то не очень. Ох, и не люблю я вот эти вводы мяча вверхом, когда мяч застается сопернику особенно, или в борьбу уходит. Ну, совсем. Минибаев. Зацепился. Успокоился. Ибрагимов опять. Ященков на Минибаева прокинул. Фазузянов. А, Королев, прошу прощения, 13-й номер. Минибаев там борется. Ну, контратаки, по крайней мере, не вышло у НТКи. И вот сейчас уже ближе к середине первого тайма мяч стал просто лимитаться по полю, летать туда-сюда. Минибаев, налево. И передача-то сейчас не получилась. А кто навешивал? Королев. Вдвоем тут сейчас уж Сиряков с Сафином встали на пути игрока, и мяч все-таки... Ну, вот как-то вот неудачно, нехорошо получается. Мяч отнимаем, и тут же в борьбу, и тут же его теряем. Ну, дай мне. Королев опять ошибся, сейчас уже в центре поля. Губайдулин. И Штиряков. Ой, сейчас друг другу сами помешались, и в итоге мяч. А мяч от вау, ты не ушел. Гол, вот сейчас еще нам гол забьют, угловой привезли. Да, как-то не очень. Там свистка нет, а не ставим. Как-то не очень все это выглядело со стороны. Эффектно, прямо скажем. Слушай, всего два запасных, да, Уинтеки сегодня? И очень оригинальный главный тренер. Мне кажется, или мы игроков не разобрали. А вот сейчас будет удар по воротам, смотрите. Повезло. А вот это сейчас зачем было сделано? Опять в борьбу мяч. Иминибаев с Ибрагимовым здесь. И Штиряков. А все-таки Рамиль не полузащитник, да? Аюпов, да? Завражнов. Чуть не потерял мяч, но не потерял. Чуть-чуть не считается. Опять Завражнов. Вот теперь потерял. Что вы делаете, ребят? И оффсайд. И положение вне игры. Его еще и не видно, ко всему прочему. Этого мяча. Ой, как опасно. Ох, ну, молодец. А почистили все здесь. Сейчас Петров флангом начинает атаку. И Штиряков с мячом. Менебаеву. А Менебаев. Вернее, Штиряк. Пас не очень такой, скажем так, удачный сделал. И мяч уходит. Нет, мяч не уходит. Мяч остается в поле. А, все-таки аут. Все-таки аут. Ибрагимов. Будет вбрасывать аут. Сделал это вроде бы правильно. Дал аут Ященкову. Но здесь Антон за мяч не зацепился. Так, примерно минут 20 вот сыграно. 18 в первом тайме. Счет пока 0-0. Менебаев перехватил эту подачу от вратаря, но, правда, безрезультатно. Аюпов. Аюпов уж слишком интеллигентно играет. Но надо иногда идти в стык. Игорь у нас, так я понимаю, типа, что-то последнего защитника. Да, но он не думает, видишь, он идет и убирает. А он еще смотрит и помягче, что-то сидит. Да, нет, нет, нет. На них вот так же. Тем не менее, на корнер показали. И это, по-моему, первый угловой. А, второй угловой, да, у наших? А, да-да-да, прошу прощения, второй угловой. Подача! А кто стоял рядом с этим игроком? Марсел Ибрагимов? Да. Проворонил вот так вот. Проспал игрока? А, кажется, тут чуть поточнее. Мяч летел в ближний угол. Причем вниз. Ну, в общем-то, вот и подтверждение нашим словам. Проспал, проспал. И снова аут. И, как это принято говорить, игра рассыпалась на эпизоды. Вот та цельная картинка, которая наблюдалась в первой половине первого тайма, она куда-то пропала. Сейчас какие-то потужные действия у обоих команд пошли. Удар от ворот. Как-то вообще успокоилась игра. Да успокоилась, и каких-то, я говорю, осмысленных действий сейчас мало. Вы слышали, как сегодня Никас играл в Казани? 4-1 Никас выиграл в первом тайме, 7 голов они задели в второй. Казани, 8-4. 8-4 выиграй. Круто. У нас, конечно, в истории были 0-2, 2-4, но чтобы... 4-8 после 1-4. Вот ребята, наверное, на перерыв уходили, да, уже с победой в кармане. Ибрагимов обыграл своего визави, и мяч сохранил, и пас отдал Минибаеву, и Минибаев все сделал правильно! За Вражнов! Ну что же это такое-то происходит, а? Да Макс даже бил мимо-то, блядь. Низом бей, блядь, все, по центру ворот. Угловой. Угловой. А начал ты все, Марсель Ибрагимов, дорогие мои. Обокрал, обыграл, сохранил и пас отдал. Вот тот Марсель Ибрагимов, которого мы... А вот и подачка, а вот и ударчик, ну, сохранить мяч. Сохранили. Нет, не ушел мяч. Подай, подай. 1, 1, 1. Минибаев там на всех флангах в атаке успевает отрабатывать. И мяч уходит ближе к центральному кругу. Здесь Ива Юпов подкараулил, отдал Штиряков. И Штиряков хорошую, проникающую такую передачу на Минибаева. Ибрагимов! Выбили у него мяч, ну, угловой. Это новая спортивная дисциплина, называется танцы с мячом, на самом деле. Ну, девятка за эту позицию, девятка. Тут, в общем, он лучший. Новый. Зачем забивать, давим же, надо забить. Самое главное потом раскрепощение в расслабленность и в расхлябанность даже не превратить. Ну, вот сейчас Завражнов на подаче. Штрафной 1, во Вратарске вообще никого нет. Что такое? Замена в НТЭКе. А, там, видимо, игрок то ли травму получил, то ли молит. То ли молит. Подача. Удар! Замена, отлично! Ну что, Аюпов нанес хороший плотный удар по воротам. К сожалению, чуть-чуть не точно, но тем не менее, тем не менее. А в актив мы себе можем занести уже, наверное, четвертый опасный момент у ворот НТЭКе. Пора уже количество в качество переводить, мне кажется. Тут можно много таких матчей вспомнить. Когда гадали счет 6-1, а получилось... Когда гадали, да, получилось 2-3, насколько я помню. Нет, 2-2. 2-2. 2-3 у нас только пока с чем-то. И вот теперь НТЭК пошла в атаку так смело. Дело достаточно прошло, практически все поле. А мы своих не продаем. Это кто это у нас так? Ященков там. Мячик корпусом. Обошел. Нужна подача. Подал. Галкипер. Ну смотри, на месте. В общем-то, каждый сделал свое дело правильно. Ященков правильно подал, Галкиф правильно перехватил. Ибрагимов. Хорошо за подзавраженного под удар. Ну надо было бить. Такая старая, ротаровская, застарелая такая, заскорузлая болячка. Довести мяч до верного и буквально запихнуть его в ворота. Вот не забить, а запихнуть. Как... Тоненько, как в бильярде. Нет, ребят, это футбол. Тут так типа... Удар! Чертик из табакерки такой сейчас. Удар и чуть точнее мяч был бы в воротах. А черт его знает. Минут 25, наверное, сыграно в первом тайме. Я немножко... Давай я пофоткарю. Ты хочешь? Если ты не хочешь... Я там сейчас тебе дай. Я виноват. Я виноват? Ну спасибо. Ну тебя же не было на играх. Вот так вот. Работаешь, понимаешь. А тогда дай вторую кушку. Работаешь, понимаешь. Один! Один! Он к своим воротам подрезал. Да, написал. Смотри-ка, Минибаев обокрал там своего визави. Сделал хорошую передачу угловой. Угловой. У нас сегодня... Мне нравится, как играют трое, на самом деле. Минибаев, Байдулин в обороне и Ибрагимов в полузащите. Не похож сам на себя Рамиль Штиряков, но полузащита не его позиция. Это не его позиция. Не вижу ли я Петрова совершенно ни одной передачи от него. Антон Ященков в своем репертуаре, он ждет передачи, выверенной на себя именно. Это такой передачный... Гол! 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 Сухой лист, что ли? Гол! Да, что-то типа того. Если вообще не автогол получился, но... Д Blog! Покажите, что есть! Сухой лист! Мат Кев! А, все-таки завраженный, да, запихал этот мяч туда? Добился, таки, своего. А то важное дело, что там вратарь male ошибся и помешали там? Да, по-моему, да, это была такая черия ошибок. и вратарь, там и защитники друг другу просто не дали отработать нормальный этот эпизод в результате получилось то, что получилось получилось 1-0, чему мы на самом деле несказанно рады Макс мне обещал за афишу гол за афишу не забивал так, ну прекрасно, Максим свое обещание сдержал чуть бы не сказал содержание, обещал нарушение правил но теперь Интека возьмется за дело наверное с удвоенной злости такой спортивный, хороший сейчас защите нужно будет играть дважды внимательнее, такой гол в раздевалку получился офсайд же там, ну Антон сейчас был в офсайде, если бы получил передачу флажок бы зажгли Минибаев, ну Минибаев выгрызает сегодня все впереди просто выжигает буквально там поле ай-яй-яй-яй, как-то корявенько что там, нарушение правил, что ли, типа того? или офсайд он зажигал? а игра продолжается при этом при всем игра продолжается да, уже 3 или 4 таких моменты вот, я тоже, да, с тобой согласен, Ирнат потому что я с вами, Ирнат, абсолютно согласен коллега потому что действительно у нас тебе показалось, что мяч ушел вот он с удивительной записи так, где-то хуже а Юпов на скорости пошел к своим воронам здесь Губайдулин Губайдулин подберет все это его кредо сегодня так, что у нас тут? а у нас тут борьба на половине поля интеки и почищенная Петровым почищенная Петровым передача ну, сейчас он один против двоих скорее всего Нил стоит уже ожидал этого следовал ожидать ну, Игорь, Игорь, просто так не пройдешь нет, пройдешь и даже передачу сделаешь но, тем не менее, здесь надо просто да, здесь нужно было действительно играть просто и выбить в аут и замена замена в составе команды Ротар наблюдаться сейчас будет нами Антон Порфирев вместо Максима Завражного это что это, сейчас мы в одного форварда играть будем? ну, Порфирев-то вроде как все-таки полузащитник нет, у нас написано, Антон же нападающий а, да, прошу прощения 4-3-3-3, жил только не понятно, Антон похож на громили на Батарщина вот, хорошо и что, снова Игорь там какие-то марсельные эмоции остановил Штеряков сейчас эту атаку ну и вынос и в аут и в аут аут в пользу Энтеки ну к концу потихонечку подходит первый тайм счет 1-0 вот уже наверное буквально с минуты на минуты и свисток будет звучать несколько неудобно снимать на фотоаппарат времени видно отсечки по секундомеру ладно это технический момент опустим Ищенков то ах чуть 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 хорошо что разогнался но остановиться то не успел мяч хотя мяч отбил отобрал минибаев просто красавец да Петров успел отдавать все здесь они на пару с Ибрагимовым сделали все верно менибаев Максим, Макс, Ирнур, в ворота. После свистка подача. Нет, не дошла подача. Может быть, стоило разыграть с такой-то дистанции. Ященков там, да, сейчас, по-моему, а, или Королёв ли? Королёв. Так, пора менять солнечные очки на очки с Дёб-3. Солнце-то село. Да, Мельчастный. Аюпов, да, оттеснил игрока. Сохранил мяч для своей команды. Штиряков. Ну, Рамин, зачем лишнее движение? Что бы мы сегодня без Игорька-то делали? Попробуй, яйца! Отвы! Слышно. 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 Ну вот и атака на наши ворота Теперь предпринимается Интекой Петров Не ожидал такого Развития событий В подкате стелился Удар Фахреев на месте Фахреев на месте И момент удара видел И позицию выбрал И мяч поймал Меневай Прокидка вперед Ященков сам себе не получилось Подсказка Рената Фахреева прозвучала Хорошо Ященков не был офсайда Но Мяч неудобно Но за передачу тем не менее За передачу Все таки имеет смысл А угловой тем не менее Сразу не побежал в угол А если бы побежал Нормально Написок просто не поверил В возможность того Что зацепиться за это передачу Есть шанс Подача И что очередной угловой Так я прошу прощения За телефонный разговор Марат Я на ракете Да Она прямо на трибуне Ну подъезжай Я тебе передам Давай Прошу прощения За небольшое отвлечение На телефонный разговор Но Но здесь Менебаев Врывается буквально в штрафную Обыгрывает одного другого Удар Гол 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 2-0 Сам все сделал Да Да Вот в данной ситуации Действительно Нафис получил передачу Обошел двоих соперников И с угла штрафной Практически там По диагонали Сделал все Что нужно было сделать В этой ситуации И сделал все верно И точно 2-0 2-0 Господа хорошие И второй раз Интека Начинает С точки Ну сейчас Я так полагаю По логике Событий Вот Развлечить Финальный Свисток Это был Действительно Гол В раздевалку После первого Тайма Еще 2-0 В первой Третьей Первого Тайма Игра Мне очень нравилась В середине Нет В конце Совсем Хорошо Все было Ну Относительно Хорошо Два Прекрасных Гола Было Забито Еще Два Было Не Забито Стопроцентных Момент Впереди Второй Тайм Счет 2-0 По логике Событий Интека Должна Большими Силами Пойти Вперед И на Контратаках Вполне Можно Отлавливать Команду Во второй Половине Сегодняшней Встречи Быть Добру Ждем Второго Итак Начинаем Второй Тайм Уважаемые Друзья Команды Ротар Ну Наверное Команды Интеки Буди Вы тоже Будете Смотреть Этот матч Начинаем Второй Тайм Матч Ротар Интека Девятого Тура Против Команды Девятого Тура Казанской Футбольной Любительской Лиги Серии Д И Начинаем Мы его Со счетом 2-0 В нашу Пользу В пользу Команды Ротар Два гола Были забиты Максим Завражен Все-таки Протолкнул Первый мяч Пропихнул Буквально А второй Забил Нафис Минебаев Вот ушло Солнышко С противоположной Трибуны Закатил Стало прохладнее С одной стороны Но с другой стороны Стало легче играть Уже не слепить так И стало легче снимать Смотрите Рамиль Это Исторический факт Рамиль Сел на скамейке Запасных 16 номер Оказался Рамиль Штиряков А кто вместо Рамиль Сейчас вышел На поле А что его Дальник Тут Семь Семь Три Семь Вообще Подали Семь Вот ты сейчас Все Ренату Объяснил Ренат Все понял Короче Это Раз Два Порфирьев Аюбов Кто вместо Штирякова На поле Появился Хозяхметов Все-таки Появился На поле Ну Хозяхметов Он в полузащите Конечно Играть-то ему Сподручнее Гораздо Порфирьев Порфирьев Ну в общем Завраженов Ими Небаев Сделали По Записали По мячу На свой счет В первом тайме Но вот Интек Тут что-то Пытается Зубки показать На правом фланге Своей атаки На левом фланге Нашей обороны Ох ты Порфирьев Молодец А пижончик Но черт возьми Красиво Сейчас все сделал Хозяхметов Пас налево Королев Добежит до мяча Ай-яй Красиво было сыграно Сейчас И по пижоне Или главный Вовремя Королев Аут Практически в штрафную Мяч забросил И Королев Продолжает атаку Сделал пас На Порфирьева Порфирьев Не Чуть запоздал С рывком К этому мячу Петров На правый фланг Мяч отправил Там кто? Хозяхметов С мячом Заброс Голкепер на месте И сейчас Интека Понесется Наверное В контратаку Отзащищались 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 Ященков И да Совершенно согласен Я сейчас С поднятой рукой Антона Ященкова Мяч ушел За лицевую линию Угловой должен быть Мяч уходил Мяч уходил За лицевую линию Отсюда было ясно Он все делаю Подальше играет То есть тоже Несвойственная В общем-то Тебе позиция По большому счету Мне когда тренер спрашивал Ты играл хоть раз? Да А Юпов сейчас Все сделал Кроме передачи Финальной Ой опасная Фахреев Первее двух нападающих И всех своих защитников Оказался на мяче Мяч в руки забрал Забегала Интека Между прочим Ой забегала И что характерно И главное И в плюс Это сказано будет Интеке Не засуетилась Лучший рюкзачок Но у меня Не фотоаппаратный же рюкзак Удар Ух ты Смотри-ка Ты уберезенный рюкзак видел? Когда я посмотрю Свою видел Понятно Не знаю Когда ты его видел Последний раз Но он еще Даже на прошлом Вел открытие Был с этим рюкзаком Через спину У нас одинаковые рюкзаки Фоторюкзаки Именно фоторюкзаки Вот он Кейс Лоджик Фирма Я его вил Морти брал Недорого 1400 Так Ну возвращаемся к матчу Тут вот угловой Его разыграли Футболисты Интеки Вошли в штрафную Но штрафную не прошли Губайдоник Хорошо сыграл отбор Губайдулин А Ященков-то в офсайде В офсайде больше Не, не, не Когда был В момент передачи Он не был в офсайде Да, ну по-моему Хорошо все сделал Из нарказа Знаешь правила в офсайде? Вот сейчас он не был в офсайде Я понимаю, что в момент передачи Но я к тому и говорю Что в предыдущую ситуацию Пожалели, мне кажется Хотя, может быть и нет Штрафной За свободно Нет штрафной Это кто это там сейчас Так выпрыгивал Все, тот же Минибаев Господи, рост это у него Метр с кепкой опрыгает И обыгрывает всех в воздухе Свободно совершенно Ну Гелязова может быть У нас такой таранного типа Форвард еще имеется в составе Я не знаю Да Опасно Здесь, наверное, Фахрееву Сейчас надо сказать спасибо Да нет, Фахрееву Просто пожалел игрок Ну там Ренат выбегал В общем-то сокращал уже угол обстрела И тут вариантов два Либо в угол, либо над ним Нападающий выбрал над ним Но не смог перекинуть Мяч улетел Значительный вышиворот Кто вышел? Вместо Королева За вражных, что ли? Да А, еще одна замена, да? Это в перерыве было произведено? Да Слушай, я истеряк, вот я заметил На скамейке запасных Нет, не в перерыве А вот во время только что А, только что? Не обратил На основку и всякого замена Мы что-то не увидели Потому что до этого Максим сидел Сначала Ну да, я видел, что Макс Там на скамейке Вот где? Вот где, грубо говоря 2-0 2-0 Пока счет нас вполне устраивает На самом деле Очень даже Украине не хотелось бы сейчас Играть на удержание счета На самом деле Первая 10-минутка заканчивается А 2 минуты осталось до ее конца Илья Петров пошел в это время Вбрасывать аут Кстати, в предыдущем игре, когда играли Там тоже мы и выиграем В итоге оказалось 4-0 Традиция хорошая на самом деле Хотелось бы ее продолжить Пошел за мячом Который влетел на хоккейную коробку А, за трибуну вообще Под трибуной помещения Вот он Вылезает Наш горлом из пещер Со своей прелестью А, да Прожектора появились Я говорил, что не зажгут нам сегодня свет Нет, ошибся Прожектора зажгли Еще одна игра следом Да, но они должны Соответственно разгореться В очередной раз там Илья Петров К этой коробке К этим трибунам идет Утянет его туда А там сюда эта коробка, что ли? Походу, да А может и нет Я, честно говоря, не совсем ориентируюсь На этом стадионе Тем не менее Тем временем, вернее Пас вперед на Антона Ященкова Отпустил Слишком далеко от себя Антон Хамяч И будет Удар от ворот Удар от ворот, да Ну что, еще не игравший сегодня Ильшат Фазульзянов Тимур Гелязов На поле И Гелязов готовится к замене Готовится к выходу на поле Скорее всего вместо Антона Порфирьева? Да Или Ященкова? А Маш и Ященкова Мне кажется Вполне логично Можно было бы и Ященкова заменить Потому что Гелязов Не хуже может продавить Оборону Разгораюсь потихоньку Прожектора Уже видно это на поле Вот там Аут сейчас был или угловой? Аут Разыграю Я пропустил этот момент Но первые 10 минут Интека так капитально проводит На нашей половине поля Длинный заброс вперед Вратарь на месте Пошла вторая 10 минутка этого матча Такая возня какая-то мышиной наблюдается возле нашей штрафной Аюпов Аюпов Губайдулин Завраженов Аюпов Снова На Завраженова Да не было контакта Сейчас позиционная атака А Порфириев Так Антон Порфириев Порфириев Да вроде Чувачи Итак Замена Произошла Номер 34 Илья Петров Вместо номера 10 Ой наоборот Номер 10 Тимур Гелиазов Наш румынский легионер нынче Там руки по-моему были А мне показалось Что руки были у Интеки Честно говоря Ну да ладно Судьи виднее видимо Он там рядом находился Нам же с комментаторской позиции Не видно ничего Мне тоже показалось Что Интеки Фальнуло руками Ну Как-то нарушение Свисток в пользу нарушителей Решение в пользу нарушителей Порфириев Ладно Не важно В общем-то Порфириев Опа Повезло Ну да Получилось так То что Вместо Намереза Петровича Занял Максим Максим Завраженов Да А в полозащиту Спустился Антон И Гелязов У нас сейчас будет играть Левому Нападающим Левым нападающим Левым флангом Флангом Или нет Правильно Назвать Крайком Как это говорили Говорили комментаторы Советского Союза Крайком Ну а сейчас Называют Чебино Вингером Да Ну а слово Крыло Левое крыло Правое крыло То есть По форме крыла Заворачивается Атака Поэтому и вингер Заброс Ященко Обыграется С Гелязовым Гелязов Сейчас будет уносить Нет Не будет уносить Он пас Сделал Не дошло Передача Ну что ж Первое касание Меча Вышедшим на замену Тимуром Гелязовым В этой игре И Опасный момент Хороший Опасный момент Сознанный Ященко Не видит Забегающего Слева Гелязова Пас в центр Штрафной Там Перекрыли Траекторию Павлета мяча Защитники НТК Ну и здесь Мяч уходит В аут Аут наш Гелязов Аут будет Вбрасывать Сейчас Ищенков Ой Слабовато Мне кажется И отдал Слабовато Да нет Тут В общем-то Сейчас Поскольку Передвижения В полузащите Произошли Порфирь В полузащиту Спускается Наверное Логичнее Ну и так И так Можно было бы То это Поскольку Антон В общем-то Парень с головой И передачи Делают такие Грамотные Гелязов Тоже может Подыграть Как бы Нападающим То есть Получается У нас Сейчас Передачи Кому отправлять То есть А Антон В общем-то И Антон И Тимур То есть Он может Побороться Да И продавить И побороться Но я хочу Я к чему Мысль-то веду Я к тому Что Антон Он такой Он форвард На передачах То есть Если не будут Вот он так играет Тут уж Не отнять Не прибавить Как говорится Но стиль у него такой То есть Ну если он получает Передачу Он конечно Делает максимум Из того Что может сделать И как правило Это приводит К плачевным Последствиям Для соперника Здесь Фахреев На месте У него кстати Сила небольшая Идет Он уже Ну если не считать Сегодняшнюю игру То у него Две игры подряд Его забивают И Сурином забил Но сегодня Пока не получилось Ну Так что Как знать Что там получится Что-то как-то Уж совсем свободно Сейчас дали Футболисту Интеки 14 номера Пройти И списки Бумандиров Идет В четвертом месте В лиге Да Ну прекрасно Ну в серии дают Ну понятно Что не в общем Антон Возьми Ну просто Пумал Лигу Нет Ну я имею ввиду Дивизион Да Наш дивизион Там больше всех Не было А это сейчас что Пенальти будет что ли Я что-то не понял Да ладно Не было Судья Ну если судья Принимает такие решения Сейчас я пойду И лягу на поле На половине поля На половине соперника И давайте Тоже пенальти дадим Тогда Ну что Срубили же мини Нас дети Смотрят Удар А вот хрен А вот хрен вам А вот хрен вам Все равно С первого С первого раза Не забили Ну ладно 2-1 Любопытно будет посмотреть этот момент Сегодня в записи А с какого перепугу нам пенальти дали А он сам упал С точки начинаем Теперь уже мы 2-1 Ни разу не виню никого В этом голе пропущенном Ни футболиста Который якобы сфалил Ни Рената Который с первого раза Пенальти отбил Вообще становимся специалистом По отбиванию пенальти Фахреев А ну закатите-ка им третий Так неплохо Мяч так и остался Но аут Да, совершенно верно Причем желательно Еще в наш ворот А значит так Вот до кучи Ну Игровое столкновение На самом деле было Оба игрока шли в стык Понимали на что идут А еще и страх мой Великолепно Тудья Хорошая играть против нас Да нет Прямо скажем Два подряд Не самых логичных решения Вроде бы игровое столкновение В обоих случаях Но Тут пенальти Тут штрафной Вот вспомни предыдущий эпизод Когда игрок Когда с момента с Максом Завраженный Ну да Чуть ли не был контакта Еще симулировал хотел А интека сейчас будет делать так Потому что симуляция Полностью Не трогайте его А упади Просто вот так вот Да неужели В наш ссору Свиснули Судья Поменял ориентацию Игровую Пока только игровую Ну ладно Будем смотреть Будем посмотреть Что будет продолжаться дальше Дальше у нас там Нафис Минибаев По правому флангу Дает передачу Но Антон Ященков Антон Ященков Разворачивается Разгоняется А теперь что Тоже ничего не было Да нет Штрафной Ну спасибо хоть на этом А может я желудочку Да нет Ну срыв атаки был Замена Порфирьев покидает поле Антон Порфирьев И Сергей Королев выходит Номер 13 Счет пока 2-1 Счет 2-1 Счет 2-1 Это опять же И так пошла Третья 10 минутка Этой Второго тайма То есть 20 минут сыграно Половина А ух ты как А я видел Косань игрока Я думаю Не будем усердствовать На эту тему Дабы судья Не передумал Принимать адекватных Решений на поле Ренат Ахмадулин Там Баражирует На Бровки Да на лицевой линии Я бы сказал даже С фотоаппаратом В руках Надеюсь Привезет нам Вагоны Маленькую тережку Удачных и красивых кадров Мы посмотрим Что там в итоге Получится А тут у нас А тут у нас Удар по мячу Вратаря Интеки И сейчас Положение мяча Мяча позицию Без помощи Игроков команды Соперника Так Тимур Гелезов Ай Ай Нет Ай Не зацепился Ай Удар От Поворот будет Ну а почему бы не свистнуть Ну давайте Продемонстрируем Принципы фейерплей Выбьем мяч За угол Лицовую линию За боковую линию Но нарушений Правил там не было Тож однозначно И замена В составе Интеки тем временем Видимо Вот тот самый Травмированный игрок Сейчас поле покинет Фейерплей Удар от ворот Сейчас будет Прохладненько Становится уже Совсем так На арене На домашней Хоккейного клуба Динамо-Казань Вот зимой Здесь играет Клуб Бенди-клуб То есть Хоккей с мячом Динамо-Казань Ну а летом Вот На этом газоне В этом сезоне Матч Казанской Футбольной Любительской лиги Проходит Атака Ах Не дойдет Передача Доминибаева И будет удар Что угловой Угловой Четвертый или пятый Уборот Энтеки Ну все туда пошли Подача Галкипер Сейчас кулаками Удар Не получилось Но мяч пока Сохраняется У команды Ротар Даже несмотря на то Просто сейчас Уже практически На нашей Половине Поля Делязов Как-то сейчас Мяч Срубил Игроку Соперника Но тем не менее Аут Энтеки Энтеки Сейчас будет Спешить 2-1 Есть в принципе Надежда Отыграть Хотя бы Ничью Хозях метов Одного прошел Второго Не прошел Сейчас там Успокоилась Игра Ближе Опять же К середине Второго Тайма Сценарий Так Первого Тайма Повторяется Только Единственная Разница В том Что В первом Забивали Мы А во Втором Нам Далеко Не Забить Не Можем Туда Антоша Видимо Выдохся И даже Для тренера Подбежаться Не может И вот Развивается Атака Минибаев Обошел Игрока Второго Обошел Передачу Сделал Ну Ж Ну Как Ж Так То А Забражнов Ибрагимов Сегодня Всю игру На поле Проводит Ященков Хорошая Передача Удар Наверное Можно было И не перехватывать Хозяхметов Сейчас Эту передачу Хорошо Что мяч Остался Там Королев На подстраховке Был 26 Минута Идет Гелязов А у Гелязова Партнера Сейчас Обыграться Не было Поэтому Вот так Вот Все Получилось Хозяхметов Зацепился Ибрагимов Я чуть был Сафиным Почему-то Его не назвал Ибрагимов Сейчас Передачу Отдал Но Не очень Точную Губайдулин Подчищает Все Продолжает Королев Тут уже Сидя На поле Обыгрался Саюповым Сохранил Мяч Для команды Но Дальше Дальше Дело Не пошло Сафиан А нет Королев Прошу прощения 13 номер Минибаев И опять Все делает Минибаев Для своей команды Подача В никуда Энтека Спешит Энтека Торопится У Энтеки Есть еще Шансы Есть еще 15 минут На то Чтобы 13 Вернее Минут На то Чтобы Исквитать А может Даже И вперед Выйти Хорошо А где Пенальти Судья За такие Падения Пенальти Давать не будем Да Сегодня Ну хорошо Не будем Так не будем Мы из игры Забьем Минибаев Опять двоих Накрутил Хорошо Под удар Королев Все сделал Правильно Сергей Но мяч Споткнулся О Ну это нарушение Между прочим Явный толчок В спину Слава богу Нарушение Зафиксировано И так Вот уже Вот 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 Закончится Третья Десятиминутка Второго тайма И начнется Соответственно Последняя Десятиминутка Забавно А я бы сейчас в ворота Мяч залетал Что Гол был бы Начнется Последняя Десятиминутка Не только Второго тайма Но всего матча И наверное Эти десять минут Ставят решающими Для обеих команд Одной проигрывать Совсем никак Нельзя Второй Ну прям таки Кровь ежнулась Победа Необходимо В противном случае Все тоже Турнирное болото Будет все глубже И глубже засасывать Гелязов Успокоил мяч Отдал Абрагимову Общак А в сайт Там был Совершенно согласен Антон Ященков Просто Там Не то что в офсай Находился В офсай Он в нем Закопался Там Аут Аюпа Браво Отыграл тот мяч Ященков Оттеснил Не ну уж так Ну это игра Ну комментируй действия Суди сегодня Это Заниматься Неблагодарным делом То игровые столкновения Трактуются Как нарушение правил То нарушение правил Трактуются Как игровые столкновения Заброс Опсай Совершенно верно Ну вот уже который раз Между прочим Мы видим что боковой арбитр Сигнализирует А арбитр в поле Его просто не видит Вот сейчас был поднят флажок Вне игры Ноль эмоций Пошла уже Та самая финальная Десятиминутка Этой встречи Разгоняет атаку Сергей Королев А это Марсель Ибрагимов Белл Ященков Ященков Но здесь уже видимо Нужна подача Обошел Нет не обошел Нет все таки Мяч сохранил И даже подали на ворота Но увы Это ничем не закончил Итак Последние десять минут Последние десять минут Последние десять минут Уже наверное даже девять с половиной Фахреев на месте И мяч берет И мяч берет И команду командует Но вот единственное Что мне опять же Не нравится Все таки Это верховые забросы После Того как Мяч оказывается в руках У голкипер Но сейчас там Нанофис и Минибаева Налегали в буквальном смысле И получается что Штрафной удар в центре Поле в нашу пользу Подача вперед Ященков скидывает На Не вижу Там по-моему На Сергея Королева Подача Угловой Завражнов пошел на подачу Там вроде бы Хозяй Ахметов Направился к мячу Но Николай Паламырь Наш Главный тренер Рекомендовал К нападению К подаче Углового Максим Завражнов Номер 88 Итак Подача Больше низом По неудобной Очень траектории Сейчас мяч пошел Где-то там в середине И не низом И не верхом Пижоним Гелязов отпижонил Но отпижонил Очень грамотно Мяч сохранился У Ротара Ибрагимов Ященков Своего обыграл А Хозяхметов Прошу прощения Ибрагимов Хозяхмет Потерял мяч Потерял мяч И сейчас есть Риск контратак Очень неприятные Свои ворота Это что Это конец игры За 10 минут До конца тайма Любопытно Ну да ладно Минут 8 Как минимум Вот я честным Слово говорю Три раза я засекал По 10 минут И вот сейчас 2.26 У меня Показывает таймер Еще 8 минут Как минимум играть Что это было сейчас Что за решение такое Нет Действительно Какая разница Мы же выиграли 2-1 Чего возмущаться Потрясающе Голки Судья мой кумир Сегодня на самом деле Ну это уже Это уже финал Вот всем этим Нелогичным решением Видимо за второй тайм Ну закончить его На 8 минут раньше Просто чтоб еще раз Не ошибиться Тем не менее Второй тайм закончился Победой Ротара 2-1 Вполне Я надеюсь Это Ротару Заслуженные аплодисменты Оба тайма Проходили Примерно По схожему сценарию Сначала Развивались В нашу пользу Где-то Костередине Играл Успокаивался И где-то К концу Второго тайма Вновь появлялся Такой агрессивный Настрой Агрессивный рисунок В первом тайме Ротар забивал Дважды Усилиями Максима Завражного И Нафис Минебаева Во втором тайме Забили нам Тем не менее Итоговый Счет встречи 2-1 Быть добру И ждем Следующих матчей С участием Команды Ротар